Всем привет! С вами Сан Саныч Богомолов, и сегодня я хочу сделать бомж-обед школьника. И что нам первое потребуется, друзья? Это лапша. Берем самую дешевую за 19 рублей. Нифига себе лапша стоит! Не 19, а даже 19,90. По 19 рублей 90 копеек крекер со вкусом сыра и овощей. Я думаю, все школьники любят за компом или после школы перекусить такое что-нибудь в стиле чипсов. Крекеров. Если бы я был школьником, я бы газировочки долбанул 100%. Это что за приколы? Надо убрать его в холодильник. Ладно там воду взять куда-нибудь в другое место поставить, но из холодильника взять и поставить сюда, потом он здесь подпортится, к вечеру только увидят или завтра обратно отнесут в холодильник, кто-то купит испорченный, будет ругаться на магазин. Я знаю, сейчас школьники любят хрестать вот таких вот что-то. Зеленый чай, там еще что-то подобное. Вот он, друзья, вот он, мечта всех школьников. Липтон зеленый чай. Смотрите, есть Липтон, а есть еще вот у черноголовки. Они не отстают. Айсти черноголовка. Ну, школьников уже все, подсадили на Липтон. Им никакие вот эти черноголовки нафиг не нужны. Берем, берем, попробуем. Откуда это? Кефир. Вот сюда, возвращайся к своим друзьям. Опа. Школьники все обожают сухарики и чипсы. И чем дешевле, тем лучше. Ну, смотря какие школьники. Есть мажоры, которые лейс кушают, да? А есть типа такие, которые едят московский картофель какой-нибудь. Есть что-нибудь? Вот, чипсы из натурального картофеля, вот с сыром возьмем, вот такие. 39 рублей, а лейс 79 рублей 90. И считайте, в два раза разница. Охрана, отмена. Но у кого из школьников нет денег ни на лейс, ни вот этот московский картофель, или как я его взял, фрайдес, или как они называются. Они берут, нет, не кузю. Кузя это тоже для богатых. Кузя лакомки. Они берут самые обычные кукурузные палочки за 18 рублей. Берем. Мне срочно надо устраиваться в этот магазин. Я просто хожу и уже это раскидывать. Ладно. Чтоб не пропало, вот сюда положим. Работники потом уберут. Я не устраивался сюда. Ну что такое? Ну вот люди, если вы берете, как бы... Я сам иногда в магазине могу что-то не на свое место поставить. Но это если вот такое, которое не пропадает. Ну когда вы взяли масло, там, кефир, молоко, что прикалываетесь? Школьники душу дьяволу продадут вот за этот отсек в магазине. Это что такое? Чебудок. Это что? Кто это вообще такое? Чебудок. Чебудок 59. Однако, ну, бюджетно. Для понимания, друзья, чебудок стоит 60 рублей, да? 59,90. И мини-чебуреки стоят 79,90. Ну, акция. Возьмем. Это школьник, когда уже добрался до дома, может спокойненько разогреть и посидеть, покушать, поиграть в компьютерные игры. Вместо уроков. Так, друзья, представим, что мы где-нибудь в автобусе едем домой со школы, ну или пешком идем за плечами портфель. Было два варианта потребления сухой лапши, вот этого бич-пакета. Либо переминаешь сначала, потом заливаешь сюда масло, специи вот этой соли, закрываешь, перетрес и руками вот так вот кушаешь. Либо второй вариант делали вот так, тоже поливали сначала маслом. Мы сейчас оба варианта испробуем. Поливали немного сверху маслицем, да, вот этим. Брали основу для бульона. Мы даже на улицу так выходили иногда, брали с собой роллтон, просто шли-гуляли, никаких чипсов не было. Мне кажется, сейчас... А, нет, сейчас школьники тоже так едят. Мы вот на площадке были с ребенком. Смотрю, школьники какие-то ходят с роллтоном. Вот он. Вкус детства. Короче, доширак не подходит. Вот что-то по типу роллтона. Мивина, Петра, тоже норм. Вообще, в Азии, мы когда были в Колумбуре, ребенка угостили. Такая маленькая пачечка, там какой-то слоник нарисован, какие-то шарики детские, типа снеки какие-то. Я открываю, а там тупо сушеная лапша. Вот это первый вариант, как мы ее поедали. Мне так больше нравилось. Идешь, грызешь. Второй вариант. Вот так вот. Чуть-чуть перемяли. Можно даже, чтобы большие куски остались. Берем остатки масла. Ермай, сейчас. Вся машина будет. Масли в этом. Вообще, чуть-чуть для аромата. Помню, когда бухнешь побольше. Прям потом есть невозможно. Вот так трясем, трясем, трясем. Вспомните вкус детства. Не, ребят. Мы что-то начали отрываться, так сказать, от жизни. Какие-то там чипсы с красной икрой и крабом. Еще в чипсы кетчуп вам положат. Во! Вот это тема. Ну-ка. Зеленый чай, айсти, лайм и мята. Не такой ядреный, как Нестия. Есть подозрение, что это такая лютая химия, друзья. Не знаю. От нее прям зависимость какая-то. Я знаю, школьники, потому что я видел фотки, выставляют. У них дома, ну вот сидят за компьютером, да, он шкаф. Просто с пола до потолка вот этими банками заставлено Нестия. Нестия, зеленый чай. Состав сахар, концентрированные соки из белого винограда, яблока, лимонов и лаймов, чай зеленый, заварной, экстракт зеленого чая, мята, регулятор кислотности, лимонная кислота, антиокислитель. Напишите в комментах, если вы сам школьник, либо у вас там брат, сестра, школьник. Хлещут ли они эту Нестия? И в чем фишка? Такой вот небольшой перекус, пока идешь со школы. Либо этот перекус, говорю, был, когда на улице играли. Когда родители уехали и оставили тысячу рублей на неделю, кинчебуреки уже готовые покупали. Ранки не было, сейчас все есть. Ну что, пошли домой? Пока до дома добрался, почти целую выпил. Ну не целую, ладно, 30% выдал. Просто когда начинаешь питать, ну невозможно оторваться, друзья. Это какая-то наркотики какие-то. Разогрел вот этот чебудок, как они написали по инструкции. Прям в упаковке, немного ее вскрыв, мощность 450, одну-две минуты. И потом выдержать одну минуту для равномерного распределения температуры внутри. Так, и что это такое у нас? Кто это делает? Что там? Может содержать незначительное количество горчицы, кунжута, рыбы, сельдерея, орехов, молока, сою, яйца. Такая вот вещь. Такой конвертик. Я уже расстроен. Такие деньги за него отдали. Ужас. А вот чебуреки прям холодными можно есть. Не разогреваю. Пока до дома дошел, они разморозились. Смотрите, друзья. Но они же уже жареные, получается. Да, они такие холодненькие внутри. Во. Я думаю, школьники по-любому могут... Да даже не школьники. Сидишь вот так, да, на улице, отдыхаешь. Проголодался. Взял он в магазине, нету микроволновки. Поставил на солнце. Полчаса полежало. Разморозилось. Ешь. Ну, суховатое мясо. А, потому что холодное. Давайте попробуем разогреть. Все. Подогрел. Как неудобно из бутылки наливать. Вот и в туалет там кто-то ходит на заднем фоне. Ну, тесто слишком толстоватое. Чуть потоньше бы сделать. Похоже у меня на закупку школьника. Вот посмотри. Сухариков не хватает. Сухарик я не стал брать. Я взял чипсы. Ой, не чипсы. Лапшу и съел сухомятку. А сухариков, да, действительно не хватает. У меня с этого магазина уже все сухарики перепробовал. Стабилизатор белковый. Соединительная ткань говяжья. Вода питьевая. Белок говяжий. Регулятор кислотности. Вода питьевая. Мясо кур. Мясо кур механической обвалки. Кожа куриная. Говядина. Жопы кур. Копыта. Сиськи. Писки. Я шучу. Ну, а дальше даже читать не хочу, ребята. Вот такой вот состав. Но по вкусу ничем не отличается вот от всем известных, разрекламированных этих чебуреков. Вот таких мини-чебуречков, да? Ну, тесто только потолще, мне кажется. А так... Вполне себе. Интересная история. Я бы сейчас, если честно, пошел за комп. Сел бы. Включил бы Mafia 2. Этот. Defend Edition вот это. Ну, короче, обновленное. Первую я прошел в ремастер. Я просто кайфанул. Я играл в далеком, наверное, 2004 в Mafia. Или в 2001. Короче, я играл, когда она вышла. Я просто в нее так... GTA мне что-то вот никогда почему-то не нравилось. Да, я третью GTA проходил. Vice City проходил. Но не то. А вот когда в Mafia начал играть, она меня пипец как затянула. И вот сейчас начал проходить эту вторую. Defend Edition. Ну что, пробуем? Чебудок. Чебудок. Ну, придумают же название. Говорю, взял бы сейчас чебуреки. Вот это... Пару баклашек вот такого. Чипсов. Крекеров. И все. И на ночь бы в компашку. Это какой-то гений забрел. Чуть потоньше надо тесто делать. Смотрите, друзья, что это такое. Это сосиска внутри. И все обмазано сальсой. Вот она. Такая вот сосисочка. Сосиска копченая, куриная. Что это такое? Жила какая-то. Мясо курс кожей. Стабилизатор белковый. Шкура свиная. Паста томатная. Жир кулинарный, фритюрный. Необычно. Островатая такая томатная паста. Сальсу, да, они пытались мексиканскую повторить. В принципе, это удалось. Да, чем-то похоже на хот-дог, как будто ешь. Но такая твердая, твердая вот эта оплетка. Стоит 69 рублей. Лучше взять чебуреков, серьезно. Потому что, не, не стоит. Вообще, просто. Ребят, я сорвался. Мне вообще, если я сказал, не буду больше столько пить вот этой штуки. Крекер. Опа. Он иностранный какой-то. Потому что, видите, вот эта вот наклейка с переводом. Место нахождение, место существования Исламская Республика, Иран, город Тибриз. Интересно. Приятное, рассыпчатое. И вот вкус сыра. Да, со вкусом сыра и овощей. Ароматизатор сыра натуральное. Но повторили они офигенно. Кто любит, друзья, крекер, если вы видите вот такую штуку, берите, не раздумывая. Это типа как вот этот тук крекер, да? Но мне кажется, структура более песочная. Это однозначно зачат. Ужас, просто ужас. Крекер. Лапша сухая. Какие-то чебуреки мини. Вот этот, кор... Я даже выговорить это не могу. Как это? Чебурдок. Чипсы. Сыр. Да? Ну-ка. Сыр. Приятное. Настоящий сыр. А не вот этот, когда иногда возьмешь запах кислых носков каких-то. Картофель натуральный, растительное масло, ароматизатор, глобал снэк. Город Черноголовка. Интересно. А Черноголовку в Черноголовке делают? Город Кулебаки. Такое смешное название. Какая-то Кулебак. Кулебачане. Не обижайтесь. Просто правда, смешное название. Кулебаки. Однозначно, да. Дешевле, чем Лейс. И ничем не хуже. Да и упаковка такая. Модная, стильненькая. На вечер раз. К даме. На фильмец. Чипсика взяли. Слушайте, ну мне кажется, кукурузные палочки уже школьники не едят. Школьники, во, все при бабках сейчас. Родители отчехляют. В мое детство, чтобы что-то купить, друзья, какой-нибудь вот там чипсы с газировкой. Что, думали родители давали на это? Нет. Идешь, собираешь бутылки, металл. Ну, макулатуру у нас уже не принимали. Так кто прям пионерами еще был, да, там принимали. Ну, может, в каких-то городах у нас, короче, не принимали эту молоку, бухгалатуру. Либо я не знал, где ее сдавать. Машины мыли. Вот машины мыть намного прибывнее было, чем бутылки собирать. с ребятами работали. У нас уже там свои команды образовывались там. По два человека мыли. Удобнее, быстрее. Ну, и один ходил иногда мыть. Удобнее, быстрее. Намоешь. И вот, когда первые деньги пошли, начали родителям помогать все. продукты в дом покупали. Вообще, как вспомнишь, интересно, сейчас молодежь продукты в дом будет покупать? или пойдет вейпов купит с этим с Нестей. Неплохие кукурузные палки. Да, обычно берешь кукурузные палочки, но вообще у них вкус такой гели сладкий. А это вот здесь с закрытыми глазами как будто этот Кузя Пуговкин. Да. Вообще радует меня этот магазин. Помню, студентом был, денег не было. Сотка в день примерно уходило расходы. В универ съездить, обратно приехать, еще покушать там. Я бы сходил в ту столовую у нас возле университета был ПТУ, там на парикмахеров учились, на шве еще на кого-то. Они нас там стригли бесплатно. Такой ужас. Как на стригли, помню, эти преподаватели потом выравнивали все. Так вот, у них столовка была, у нас в универе столовка дорогая была, а у них там просто блюдо. 15 рублей, 25, реально, вот такие цены. Там первое, второе, как бы салат, компот на полтос выходил. А к чему это? У меня кореш был игровой. Привет. В автоматы долбился. Поехали домой. Ну все, у меня вот до дома последнее, то есть я еще на двух автобусах ездил домой. На одном сначала доезжал, потом пересаживался, на другом надо было ехать. Пойдем со мной в автоматы, скучно. ну пойдем сходим, что это такое. Дает, я говорю, дай мне сотку, я тебе завтра дам, бабок вообще нету. Он говорит, дает мне сотку, говорит, иди выбирай, там садись, играй. Там кофе приносили бесплатно, он сигарку закурил, сидит, курит, играет, кофе принесли. Я тоже такой походил, смотрю в эти автоматы, как там, раз, один, второй, и вижу эти какие-то там дельфины, что-то там такое море, сажусь играть, там, можно кофе, да, маленькую шоколадку бесплатно принести, ну понятно, что они там деньги такие зарабатывают на этих автоматах. Сижу, играю, 100 рублей засунул, сижу, играю в этих дельфинов, раз, что-то зазвонило, и начинает крутиться, а там такие эти, клап-клап ракушки, и бесплатные это фри спины эти получаются, я сижу, вообще ничего не отдупляю, просто ноль, ну я до этого играл там в клубнички эти, сейфы открывать, вот такое там обезьяна дергать, самые которые первые были, клубничка, Помните эту музыку? Так вот Я сижу, а рядом со мной сидит Ну бабка прям такая Сидит, пыхтит одну за одной Кофе охлещет или пиво, не помню И она мне такая Эй, молодой, ты че не радуешься? Я говорю, а че такое? А она говорит, дает Она говорит, вот смотри, это бесплатные Типа игры крутятся И у тебя еще выпали У меня там ракушек этих, все ракушек Все в ракушках, короче В этот день у меня Была, типа, мини годовщина С девчонкой Три месяца мы с ней встречались Я еще думал на вечер Че срастить, как вообще быть, куда пойти И тут я выигрываю со 100 рублей На секундочку, по тому времени Это был 2005 Да, 2005 год Выигрываю 4500 рублей То есть все, у меня эти фригеймы прокручиваются У меня раз 4500 рублей То есть один к одному Я говорю, все, кассу снимаю Отдаю бабосы корешу Держи тебе сотку Спасибо Вот Ну, надо было, может быть, типа Поделиться или что? Ну нет, как бы Он мне дал сотку Я ему эту сотку вернул Я говорю, все, я домой Он говорит, что такое? Я говорю, у меня выиграл, выиграл Он сначала не поверил Подумал, развожу его Мне раз выдали эти деньги Не помню, в кассе или автомат открывали Дали, не помню, как это происходило Короче, 4500 Я такой молодой, наивный был Сразу пошел В этот торговый центр Какое-то колечко Или украшение, подвеску Че-то купил какую-то такую Эту тему В ресторан грузинский пошли Вот, отдохнули Ну, она меня бросила потом Ну, ничего Как бы Вообще, вот так Оглядываясь назад Смотря И смотришь, какие ты шаги Предпринимал в жизни Да, и куда ты повернул То есть, и думаешь Вот, если бы ты там остался С тем человеком То ты бы там сейчас сидел бы Где-нибудь И все И квакал бы Ниже воды тиши травы В болоте, как говорится Если там повернул Там бы вообще там Кирдык А если там Там тем Ну, могло так Повернуться и в жизни Такие, как Интересные раскадровки Происходят То есть, я потом могу рассказать Как я вообще в Таиланд попал Это вообще просто Случайность практически произошла Это как в фильме Эффект бабочка Типа Незначительное такое событие Как взмах крыла бабочки Казалось бы, да На первый взгляд Приводит к таким Последствиям И ты сейчас находишься Там, где ты находишься Ну, если вот так Назад раскручивать Не знаю Напишите у вас В жизни Такие вот истории Или вы сидите На одном и том же месте То есть Ну, я никого не осуждаю У всех своя жизнь Я просто не могу так Я путешествую Что-то Знакомлюсь Куда-то еду Везде Пытаюсь прожить Там Грубо говоря 48 часов Уместить в 24 часа Ну, это интересно Много где еще не был Хотел бы побывать В Северной Корее Хотел бы побывать В Афганистане Хотел бы В экспедицию На атомном ледоколе Сходить На Северный полюс На Южный полюс Посмотрел Вот Много мест Чему это Меня так размотало О чем я Начинал заодно Уже даже нить Потерял Про что я Надо завязывать Вот с этой штукой Все это вообще Это нельзя Столько много пить А, к тому Что это Что Вот начал Да, школьникам Если сейчас монета Упадет Что они купят Сейчас билеты В Сочи возьму И полечу Это Играть Что ты рассказал Аж Вспомнилось Как я Куш сорвал Но Я как бы Азартный чувак Но могу Остановиться Это вообще Просто что-то Нереальное Последняя история Быстро Володец Ток летал В том году В позатом году Там казино у нас есть Официальная Горная зона Прихожу в казино Сую 500 рублей Играю в автоматы Снимаю 9000 рублей Ухожу То есть Мне не хочется Дальше там Проиграть Это все Посидеть Нет, такого нету То есть Взял Куш ушел Не взял Куш все равно Он с мамой В Сочи были Там какое-то казино Бумер называется Типа Приходите 500 рублей Бесплатных Этих Ну Велкам бонус 500 рублей Заходим Это казино А еще напиток Бесплатный Любой Алкогольный Алкогольный Маман Такая говорит Не, давай не будем пить Это что-нибудь Подмешает Тут Мы тут все Проиграем с тобой Я говорю Все хорошо Маман Садимся По пятихатке То есть Нам дали 500 рублей Я прокрутил Я прокрутил в нули Она прокрутила В нули Все Вышли А для чего Это сделано То есть Ты в азар Тебе еще Бесплатный Коктейльчик Ты раз Тебя чуть Разморило Чик эти 500 рублей Да даже Если тебе Дало Там да С 500 рублей Раз что-то Забрал Все равно Потом придешь Туда же Все Друзья Надо заканчивать А то эти истории Могу до утра Рассказывать Давайте лучше Их на стрим Оставим Кто не знает Я стримлю Иногда Надо как-то Расписание Стримов Наверное Сделать Каждую Пятницу Субботу Или там Среда Пятница Напишите В комментах Какое бы Время Удобно Было Ну в середине Недели И наверное В конце Недели Да там Пятница Расслабиться Сели Отдохнули Взяли Там Кто что Да Жих Там Кушаете Орешки Саны Смотрите Стримчанские Донатите Ну или не Донатите Общаемся Увидимся На стримах Надо это Вылить В раковину Срочно А то Я допью